МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На протяжении трех летних месяцев спортивная площадка в пятом микрорайоне города Одинцова была центром притяжения для живущей неподалеку молодежи. Сторонними местных активистов был организован турнир по волейболу, в котором приняли участие команды из Одинцовой и Власихи. Сегодня в программе «Время спорта» мы познакомимся с организаторами состязаний и узнаем, возможно ли в городе создание любительской волейбольной лиги. На площадке четыре команды – участники праздничного турнира ко дню города Одинцова. Перед открытием соревнования награждение спортсменов, которые отличились в волейбольных баталиях на День флага России. Среди призеров – команды Душамбе, Власиха, корпорация «Монстров». Юноша и девушка стараются по возможности участвовать в спортивной жизни микрорайона. Соревнования, посвященные дню города, считаю, открыты. Ура, ребят! Виктор Егорович, на протяжении всего лета кипела жизнь на спортивной площадке пятого микрорайона. Здесь проходили соревнования по волейболу и просто, скажем так, физической подготовке проходили занятия. В этом году, с начала весны, мы стараемся проводить соревнования, приурочивать их к каким-то знаменательным датам. Это не только физическая подготовка, занятость ребят, но и воспитательный момент здесь, патриотическое воспитание. Весной мы проводили соревнования, посвященные Дню флага, Дню России. Сегодня награждали ребят команды, которые заняли призовые места в предыдущих соревнованиях, посвященные Дню флага России. В последних соревнованиях участвовало 10 команд. Соревнования проходили два дня. Первый день – это воскресенье с утра до позднего вечера, пока не определились финалисты. На второй день, после того, как определились финалисты, провели финальные игры, определились, выиграла команда корпорация, второе место заняла Власиха. Власиха представляла две команды, очень сильные команды. Третье место заняла команда Душанбе. Это строители, которые работают у нас в нашем районе. Мы стараемся их приглашать. Они сами хотят участвовать практически во всех соревнованиях. Когда по футболу проводим, по волейболу, они прилично играют. Очень мало волейбольных площадок в Городианцово. Поэтому, кроме как футбол, настольный теннис и баскетбол, так как площадок очень много, никто в волейбол не играет. Благодаря Виктору Егоровичу у нас появилась сетка. И мы сейчас можем собираться даже пока что с самого низшего уровня, с дворового волейбола. Можем уже подтаскивать ребят к высокому уровню. Проведено уже четыре турнира. То есть за каждым турниром уровень растет. Например, человек, который увлекается волейболом, но у него нет команды. Может ли он присоединиться к турниру? Да, абсолютно верно. То есть у нас есть много команд, где не хватает количества игроков. У нас здесь четыре мужчины, две девушки играют. То есть обычно не хватает одного человека, двух человек. Поэтому любые, кто приходит сюда на площадку, могут зайти за любую команду. А вообще, насколько востребован волейбол? Такой любительский, дворовый, можно сказать, волейбол. Воденцово. И много ли ребят, молодежи увлекаются этим видом спорта? Ну, мы начали два месяца назад все это делать. То есть стараться что-то сделать. Самые два месяца назад был самый первый турнир проведен. С двух месяцев, почти, ну, два с половиной месяца, уже почти две, чуть больше двухсот человек в группе ВКонтакте у нас уже все, ну, интересуются. Причем не только с Оденцова, так и с других городов. Мартин Подзоров. Волейболист, выступающий за Оденцовскую команду. В этом году юноша получил приглашение от клуба «Белогория», куда отправится в сентябре. Волейболист собрал группу единомышленников, любителей активного проведения досуга. Юноша и девушка играют по выходным на площадке пятого микрорайона. Присоединиться к ним просто. Можно прийти на очередную спортивную встречу или подружиться с группой волейбол Оденцова в социальных сетях. Я обратила внимание, что площадка, в общем-то, такая молодая, это не советское наследие, это уже построено после 2000-х. Тем не менее, есть некие потертости на покрытии. Позволяют ли условия проводить такие регулярные турниры? Да, площадка, конечно, новая она построена, современная. Но она, конечно, изначально построена с некоторыми огрехами. Покрытие, искусственное покрытие, оно не соответствует совсем для волейбола. А тем более сейчас, в настоящее время, она пришла практически в неводность. И мы, ребята, сами собирались на материал. Вот если вы видите, там заделывали какие-то такие основные заплатки, делали дыры, вот, чтобы хотя бы минимально... А так, конечно, это травмоопасно, вот если посмотреть, то нужен серьезный ремонт для таких площадок. А есть площадки неплохие, но на них пока мало играют, их надо задействовать. Вот, но за площадками надо обязательно смотреть. Мы с ребятами перед соревнованием поставим, если вы можете посмотреть, у нас четыре веника, подметаем. Ребята уже сами понимают, тут лишнего они не оставят. Если где-то что-то, мы подметаем. Приходим на тренировку, подметаем, убрались. Соответственно, после игр мы с собой убираем. Виктор Егорович, а кто может присоединиться к турниру и к соревнованиям? Мы с удовольствием принимаем всех. И если у нас, вот мы говорим, у нас организовывается лига, то мы будем играть, если много команд, будем играть по кустам, так скажем, по микрорайонам. Если, допустим, вот в Лайсах, у них там организуется много команд, значит, они будут проводить у себя соревнования. Там Кубинка, там старый городок, у себя соревнования. По команде в зачет пойдут. Потом мы будем, это все вот такое. Виктор Егорович, а есть ли возрастные ограничения по возрасту? С какого возраста можно присоединиться к соревнованиям, которые здесь проходят? Любого возраста, но мы пока не определяли. Сейчас, вот, видите, у нас студенты, школьники, студенты, старшеклассники в основном. Можно молодежь. Пытаются вот ребята где-то, где наши основные спортсмены. Ну, эти больше футбол. Эти больше футбол. Играем также в баскетбол, в уличный баскетбол, стритбол, так называемый. Очень много проводили соревнований. Но сейчас, вот, как бы, стритбол у нас перебила, вот, эта игра массовая. Они же из стритбол, вот, пришли, разминались, они играли в стритбол. Вот. Будем по стритболу проводить соревнования. То есть, вообще, вот, мое стремление, понимание, что надо организовывать единый какой-то физкультурный союз районный. В него должны входить и по волейболу, по видам спорта все команды. И у нас уже задумка, вот, допустим, теперь на зиму, на зимний, на семизимний период, на весну. Организовывать такие же турниры на улице, конечно, нельзя. И мы будем просить администрацию выходить к ним с предложением, чтобы вот такие соревнования проводить в волейбольном центре. ФОКИ, вот, наш новый физкультурно-оздоровительный комплекс, он позволяет. Так что, вот, планируем организовать вот с таким количеством волейбольную, волейбольную лигу районную для начала. Проводить соревнования между поселениями. Хотя и сейчас у нас участвуют, мы говорим, с Москвы приезжала команда, команды со Старого городка, это не Кольская, вот, Власиха, две команды. В общем, у нас уже география расширяется по району. И вот в ближайшее время мы, наверное, собираем круглый стол, в том числе и по этому вопросу. И будем организовывать, чтобы были представители со всех поселений, с военных городков, потому что команд много, но они не все организованы. И вот, чтобы мы проводили такие турниры районного масштаба и областного, а может быть и России потом. Это любительская лига. Ну что ж, надеюсь, что все-таки лига будет сформирована и еще больше команд присоединятся, а дальше уже нужно будет работать системно.